Всем привет! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной смоделировать и построить вот такой вот красивый рукав, который украсит любое ваше платье и не только платье. Для этого рукава я взяла плотную ткань, в данном случае это хлопок, ширина метр сорок. На такой рукав уходит полметра с учетом усадки. И как всегда в конце видео я обязательно его продемонстрирую. Присоединяйтесь, будет очень интересно! Для моделирования вот такого рукава я взяла базовое лекало на вточной рукав без особых припусков на свободное облегание. Мне нужно сделать градацию на 4 размера для красивой посадки по окату и небольшой свободы в области руки. Разница между размерами 5 мм на ширину рукава, 4 мм по окат рукава и 3 мм по наивысшей плечевой точке. Увеличиваем лекало по переднему и заднему перекату. Раз, два, три, четыре и новый срез. То же самое я делаю по заднему перекату. По 4 мм в области оката и 3 мм в области наивысшей плечевой точки. Я просто взяла классический вточной рукав, но на 4 размера и обвела его. Если у вас нет такого рукава, то вы можете сделать градацию, как я только что показала. А теперь мне нужно оформить красивый запах на верхней части своего рукава. Что мне для этого нужно? От наивысшей плечевой точки произвольная прямая вниз, по заднему перекату я откладываю 15 см, провожу перпендикуляр через середину и ставлю контрольную точку по переднему перекату. Срезы рукавов я опускаю на 1,5 см. Длина моего рукава в готовом виде 27 см. Можно сделать длиннее, а можно сделать и покороче, если у вас размер от 40 до 46 см. Данный рукав я строю на 54-56 размер. Опускаю срез до пересечения. Ширина моего рукава по переднему перекату 18 см. Откладываю 18 см и буду сейчас оформлять свою застежку вместе с запахом. Верх перпендикуляр 5 см. Конструкция достаточно объемная и большая, но она того стоит. Ширина рукава по заднему перекату 21 см. Откладываю 21 см и вверх перпендикуляр 5 см. Ширина моей застежки. И теперь мне нужно сделать сопряжение застежки и самого запаха. Начинаю с самого простого. Верхний срез застежки. Соединяю полученные точки. Можно поделить отрезок пополам и вниз опустить 0,5-1 см и оформить легкую прогибистую линию. То же самое я сделала по заднему перекату или локтевому перекату. Теперь мне нужно дооформить верхний срез своей застежки вот такой вот легкой линии, прогибистой линии. То же самое я делаю по переднему перекату. Вот что у меня получилось. Конечно же я все это сейчас обведу более жирным фломастером, для того, чтобы понимать, как преобразуется само лекало. И теперь мне нужно от наивысшей плечевой точки отложить 16 см. Это дополнительная точка, чтобы не думая оформить запах, переходящий в застежку. По срезам вверх можно отложить от 1 до 1,5 см. Это тоже дополнительные точки, для того, чтобы не задумываясь оформить переход от запаха к застежке. И теперь, приложив немного творческих усилий, я соединяю свои точки. Можно также применить фигурную линейку, но я все люблю делать от руки. Запах по задней части рукава. И теперь то же самое я буду делать по передней части рукава. Что самое важное? Точка пересечения по середине рукава. Лекало получается немаленьким. В крое это будут 4 детали. Сейчас я обвожу все более жирным фломастером. И вы увидите, что же в конечном итоге у меня получилось. Вот так вот выглядят мои детали в крое. Часть по локтевому срезу, 2 детали. И часть по переднему перекату, тоже 2 детали с припусками по 0,75 см. Хочу сказать, что застежку я немножко скруглила. Мне понадобится дублерин для того, чтобы проклеить часть своей застежки. И хочется сказать, что обязательно нужно поставить насечки по внутреннему срезу рукавов, по запаху и по наивысшей плечевой точке. Теперь я складываю каждую часть лицевыми сторонами вовнутрь и делаю строчку от среднего шва, где у меня стоит насечка, по линии застежки и дохожу до запаха. Акад рукава у меня остается открытым. Ширина строчки 2,5 мм. Когда я дохожу до застежки, рекомендую сделать вот такое небольшое лекало. Я подкладываю его под лапку и уже строчу рядом со своим лекалом. Благодаря вот этому получатся очень красивые ровные скошенные углы. И самое главное, соответствующие данному, ну скажем так, данному лекалу. Огибаю. Здесь немножко нужно поработать вручную. И продолжаю строчить. Теперь мне нужно немножечко ткань подрезать, где у меня идет застежка, для того, чтобы получить в результате более ровный и красивый срез. Я подрезаю где-то примерно до 3 мм. Ткань у меня не сильно крошится. Это хлопок. И плюс ко всему я не проговорила. С одной стороны я обязательно продублировала застежку на 10-12 см. Вот так я подрезала. Теперь нужно растрочить. Также от среднего шва рукава, от внутреннего шва рукава и по всей длине. Сейчас я разверну. Застежку трогать мне нужно. Ширина стежка также остается 2,5 мм. И еще не забывайте, что части нужно растрочить в зеркальном отображении. Дальше мне нужно наложить одну часть на другую. Вниз я выкладываю часть переднего переката, а наверх локтевая. Совмещаю плечевые срезы, да, наивысшую плечевую точку. Стоит насечка. Скалываю. Также насечку по запаху. И сейчас мне нужно стачать эти две детали, начиная от внутреннего среза рукавов по всему окату и заканчивая также вторым внутренним срезом. Стачивать я буду две детали. Ширина шага 4 мм. Дальше по окату рукава мне нужно сделать еще одну крупную строчку. Ширина строчки 5-6 мм. Для того, чтобы сделать вот такую вот небольшую сборочку, припосадить рукав по окату. Строчку я уже выполнила. Сейчас я буду его немножко собирать и формировать очень маленькие складочки, для того, чтобы окат у меня был красивый и уже приобрел нужную форму. Вот таким вот образом. Можно нитки завязать с одной и с другой стороны. Что я делаю дальше? Дальше я соединяю вот таким вот образом средний шов рукава. Вот здесь вот мы не забыли сделать разрез небольшой. Вот я их соединила. Вот он срез я соединила. Можно сколоть. И сейчас мне нужно сделать закрепительную строчку. И последнее это застежка. Выкладываю застежку по объему своей руки и пришиваю пуговицы. Пуговицы могут быть в тон вашей ткани или же вот такие, как у меня в цветочек. На этом моя работа с рукавом закончена. Вот так вот выглядит рукав на моей руке. Таким рукавом можно украсить не только летнюю блузку, но и любую другую. Делитесь видео, оставляйте обязательно комментарии, нравится, не нравится. Всем творческих успехов и всем пока-пока!